Есть праздники, которые имеют свой запах. На Пасху, Троицу, на Рождество в воздухе пахнет чем-то особенным. Даже неверующие любят эти праздники, говорит героиня рассказа Чехова «На пути». В одном из декабрьских писем 1892 года Антон Павлович пишет из Мелехова издателю Алексею Сергеевичу Суворину. «У нас уже ездят гусем и варят постные щи со снитками. Была два раза сильная метель, которая попортила дороги, а теперь тихо и пахнет Рождеством». Действительно, в череде православных праздников Рождество – особый праздник, время ожидания чуда. Как некогда свершилось чудо в Вифлееме и родился Спаситель, так оно должно свершаться ежегодно в этот день. Потому с таким нетерпением все ждут праздника Рождества. Чудо ожидает и Ванька Жуков, когда перед Рождеством пишет письмо своему дедушке. «Милый дедушка Константин Макарыч, и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога». Ванька жалуется в письме на свою жизнь у чужих людей, на побои и унижения, и вспоминается ему другое Рождество в родной деревне. Как ходили с дедом рубить елку для господ, как барыня потом ее украшала. «Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь». Елки обычно украшались орехами, обернутые золотой фольгой, шишками, гирляндами и горящими свечами. Долгое время наряженные елки ставили лишь в господских домах. Восковые свечи были дороги, и сжигать их только для красоты было расточительно. Только заглядывая в окна богатых горожан, можно было полюбоваться на лесную красавицу в огнях. В деревню елку в избу не ставили, а часто в память о яслях, в которых лежал Христос, застилали пол сеном. И лишь в начале XX века елка стала неотделима от зимних праздников. В отличие от традиции наряжать елку, которая пришла к нам из Германии и с трудом прижилась в народе, к истинным рождественским традициям можно отнести славление. Обряд этот относится глубоко христианской древности. Молодежь и дети ходили из дома в дом или останавливались под окнами и славили родившегося Христа. А также желали хозяевам в песнях и прибаутках добра и благоденствия. Участникам таких концертов хозяева дарили угощения, соревнуясь в щедрости. В рождественские дни в России царили радушия и хлебосольства. Каждый стремился проявить заботу и милосердие, щедро угощая всех, не обижая ни бедняков, ни незнакомцев, ни странников. В чеховской семье традицию эту почитали. На Рождество к обеду приглашали священника, церковных служащих, сельских учителей, странников, оставшихся у Чехова в Мелехове. В дневнике Павла Егоровича Чехова часто записывалось, кто пришел поздравить чеховскую семью на Рождество. Так в 1897 году Чеховых поздравляли. Сельская учительница Евгения Владимировна, бабки Вера и Анна, нищие бывшие у Чеховых, 15 мальчиков, 35 мужиков и 24 бабы. Всех угощали и одаривали. Перед Рождеством всем близким и дальним родственникам писали письма с поздравлениями и посылали открытки, приглашали в гости. Дарить подарки на Рождество – еще одна приятная традиция. В Чеховском доме подарки дарили не только родным, но и прислуге. Так, находясь в 1897 году в Ницце на лечении, Антон Павлович дает сестре Маше наставление. «Не забудь, на Рождестве соцкому Григорию дать один рубль. Священнику, когда приходит с крестом, не давать меньше трех рублей, ведь мы кроме денег ничего не даем. Узнай, сколько в Талишской школе мальчиков и девочек, и, посоветовавшись с Ваней, купи для них подарков к Рождеству. Беднейшим – валенки. Девочкам что-нибудь подсвети себе». Мария Павловна отвечала брату, что учеников в школе 83 человека, а купила она мальчикам отрезы сицы на рубашке, а девочкам по красному платку. В Мелехове в рождественские праздники, как правило, на святки, устраивались костюмированные вечера, приезжали ряженые, кто-нибудь из соседей. И сами Чеховы иногда тоже ездили ряжеными. Антон Павлович был неравнодушен к празднику Рождества с его глубоким смыслом и особой атмосферой. Говорят об этом и рождественские мотивы в рассказах, и письма с поздравлениями. Например, писателю Дмитрию Васильевичу Григоровичу в 1888 году он пишет. «Поздравляю вас с Рождеством! Поэтический праздник! Жаль только, что на Руси народ беден и голоден, а то бы этот праздник с его снегом, белыми деревьями и морозом был бы на Руси самым красивым временем года. Это время, когда кажется, что сам Бог ездит на санях». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова